Экспедиция организации Greenpeace регулярно отправляется на Северный Ледовитый океан, чтобы произвести замеры площади и толщины льда. А его покрытие сокращается и постоянно бьет новые рекорды. В 2015 году площадь льда составила 4,5 миллиона квадратных километров, то есть он покрывает всего одну пятую часть Северно-Ледовитого океана. Масштабы сокращения, которые мы наблюдаем, опережают все наши прогнозы. Поэтому мы полагаем, что Северный Ледовитый океан потеряет ледяной покров уже через 20-30 лет. Ученые объясняют, что таяние арктического льда – это лакмусовая бумага глобального потепления. За последние 200 лет температура атмосферы Земли повысилась уже на 1 градус и продолжает расти, говорится в докладе межправительственной группы экспертов ООН по изменению климата. В исследование внесли лепту 90 ученых из 40 стран. «Это крайне срочно. И страны, взявшие на себя обязательства по парижским соглашениям, пока не продемонстрировали достаточного прогресса. Нам нужно остановить повышение температуры в рамках 2 градусов. Если ничего не изменится, она вырастет от 3 до 5 градусов». И стихийных бедствий станет еще больше. В случае повышения температуры еще на 2 градуса, около 10 миллионов человек столкнутся с наводнениями и нехваткой продуктов питания. Ведь площади посевных полей для основных видов злаков сократятся. Ученые прогнозируют вспышки эпидемии малярии и лихорадки Денге. Маленькие острова, к примеру, Мальдивы, может и вовсе смыть с лица Земли. Воды океана могут откусить береговую линию у Нью-Йорка и Майами. Эти риски обеспокоили предыдущего президента США. «Администрация Барака Обамы запустила целый ряд программ по противодействию изменениям климата. К сожалению, то, что мы видим в сегодняшней политической среде, это массированный удар по климатическим программам. Мы наблюдаем нападки на ученых, приоритетов в распределении госбюджета меняются. Исследования климатических изменений и поиск путей борьбы с ними лишают финансирования. Зато все больше денег уходит на расширение углеводородной промышленности. Отменяются базовые меры по защите окружающей среды, что уже сегодня влияет на здоровье человека». Еще в ходе своей президентской кампании Дональд Трамп назвал глобальное потепление «выдумкой». Став президентом, он вывел США из Парижского соглашения, освободив таким образом Америку от обязательств снижать выбросы парниковых газов. Свернув поддержку проектов из обновляемой энергии, Трамп делает ставку на нефть, газ и уголь, добыча которого считается особенно вредной для окружающей среды. Глава государства в курсе, что опубликован новый доклад ООН и даже обещал его почитать. «Мне передали доклад, и я хочу посмотреть, кто его составил, какие группы людей, поскольку доклады бывают прекрасные, а бывают и не очень хорошие». Судя по всему, глава Белого дома действительно ознакомился с выводами экспертов-климатологов. В воскресенье, отвечая на вопросы телеканала CBS, он признал, что «что-то происходит, но я не знаю, виной ли тому человеческая деятельность». Тем не менее, говорят ученые, человеку под силу приостановить потепление земной атмосферы, если к 2030 году снизить эмиссию парниковых газов на 45% и прекратить полностью к середине века. Американские экологи уверены, что не обязательно ждать милости от федерального правительства. «Очень много можно сделать на уровне штата или города. Например, сопротивляться развитию углеводородной промышленности, строительству новых нефтетруппопроводов и газовых терминалов, шельфовому бурению. Никто не мешает развивать возобновляемые источники энергии на местном уровне прямо сейчас». В декабре мировые лидеры встретятся в Польше на очередном раунде переговоров по изменению климата по линии ООН. Дорожная карта действий подготовлена. Выполнять рамочную конвенцию ООН об изменении климата обязалось 194 государства мира.